Доброе утро! Это 17-й день. Проснулся полчаса назад, неохота работать. Наверное, сегодня работать не буду. Меня посетила мысль пойти попробовать еще раз оформить карту Куруза. Может, все-таки мне дадут добро, денег-то вообще нету. Ну ладно, сейчас попробуем кофейка с бутериками, да выдвинемся в путь. Время 12 часов по Москве. Вот я выдвинулся в Евросети. Сейчас попробуем сделать заявку на 7000. Ну и дадим немного другую информацию. Посмотрим, как это повлияет. На результат. Ждем. Вокруг один геморрой. По всему городу включили свет. Ну пиздец. Сейчас стоять, ждать, пока включат, потом только оформлять карту. Сейчас по Москве электричество еще и не дали, сука. Что с картой лажа, блядь там? Блядь, бездетная лажа, блядь. Там, блядь, годный период от 55 дней предоставляется только при безналичном расчете. А если снимать, то там процент от 20 до 70 годовых. Сука, пидорасы. Сейчас мамка позвонила, обрадовала, что еще пару штук перевода мне вышли. Так что сейчас посмотрим, что мы делим в банке. Время уже 2 часа дня. Блядь, бегаю, сука, как заведенный. Блядь, без этого ебучего электричества, блядь. Блядь, проблема на 200, блядь. У нас, блядь, бездлая лезь, я не могу от них, блядь, получить. Потому что, блядь, электричество, блядь, не работает. Еще и, блядь, в субботу, блядь, короткий день, блядь, у всех. Ну, посмотрим, если вышли, блядь, вышли, буду бегать, блядь, рвать, метать. Может быть где-нибудь удастся все-таки снять эти деньги. Ну, а посмотрим попозже, что у меня будет. Время 3 часа дня. Я решил заняться готовкой. Приготовил курицу с макаронами, салатик еще приготовил. Или придет обрадоваться. Блин, мама что-то не звонит. Походу, все с переводом, ничего не получится. Ну, ладно, что, мы ждать дыхание теперь. А пока что продолжаем готовить. Время 4 часа дня по Москве. Я приготовил покушать. И решил все раз выдвинуться до Евросети. Может быть дали электричество. Все-таки я попробую оформить эту долбанную карту. Ну, посмотрим. Все, огонь. Наконец-то я получил перевод. Оформили мне карту, блядь. На эту карту получил перевод. Трешкинки. Трешкинки. Трешкинки положил на карту. Чтобы можно было звонить по России. Если что-то не бесплатно. Нич более-менее. А, честно, так сказать. Ну, так и направляюсь домой. Сейчас возьмем еще сюда. Время 6 часов. На Москве. Я дома. Взял пароль. Одну банку пива. Приготовил Юлия. Ну, не знаю. Ужин уже, наверное. И жду ее. Смотрю телевизор. День неплохо пока проходит. Есть позитивные моменты. Родители выслали немного денег. Где с половиной тысячи, можно сказать. Хищники. Ну что, будем их как-нибудь экономить, беречься. Они охотятся только за тем, что дает максимум сил и энергии. И верить, самое главное. Что все может быть классно. Сегодня Юле придется работать. Она расскажет, как ее первый день. Вот сегодня. Будем ждать. Юля пришла домой. В принципе, работа ее устраивает. Осталось. Это радует. Мы с ним вышли в супермаркет. Взять, что надо по необходимости. Мне пришлось вернуться за деньгами. Я взял пятьсот, пятьсот мало. Сейчас пятьсот положу, возьму тысячу. Возьмем. Домой, что надо. Наберем там. Ну так, по мелочи пока что у нас есть. Ничего поесть. Ну вот сегодня такой более-менее насыщенный день. Весь в делах, весь в бегах. Прислали денег. Юля на работе устроила. Все тут, все дым, все дым. В общем, пока бегал, день пролетел. Пятьсот и оставлю. Ну, возьми тысячу. Ну, пятьсот я Юлина на расходы отдам. Ладно, возьму свой полторы и Юлина дам пятьсот. Все-таки девушкам даже, мне кажется, на расходы больше надо, чем мальчикам. Потому что у них больше расходов по личной гигиене, наверное, чем только у мальчиков. Ну ладно, в общем, к вечеру я закончу свою видеооблогу. Ну вот и все на сегодня. Юля пришла. Сходили в магазин за продуктами. Взяли пивасика. Сидим дома. Смотрим телек, отдыхаем. Пьем пиво. Завтра Юля на работу. У меня завтра полноценный выходной. Нас хоть позагорадивает завтра искупаться. Уже неделю, наверное, в море не нырял. Ну вот так вот 17-й день у нас сегодня благоприятно прошел. Много позитивных эмоций. Итог. Живем. Есть деньги на проживание. С квадратами все отговорено. Родители в курсе. Все начинают, как бы сказать, в благоприятное русло входить. Надеюсь, все будет продолжаться в том же духе. Это был 17-й день. Александр. Уикенд. До завтра.